Итак, Еврокубки официально закончились для нашей страны. Последний российский участник Лиги Чемпионов Алексей Миранчук вылетает из этого турнира вместе со своей командой Аталантой. Собственно говоря, после первого матча, когда Реал смог обыграть Бергамасков в Италии, нам было понятно, что у Леши и его коллектива очень мало шансов на то, чтобы спасти ситуацию. Ну а в Мадриде Королевский клуб как бы подтвердил свой статус, свой уровень и наглядно показал, чем отличается исторический грант, который нам привычен, с вот этим вот нуваришем из Италии, с молодой командой Аталантой, которая сейчас дерзнула и вышла в плей-офф Лиги Чемпионов и попыталась бросить вызов Реалу. Но Королевский клуб в каком бы состоянии он ни находился, сколько бы они ведущих футболистов не потеряли, они главные матчи сезона, тем более в Еврокубках, всегда проводят великолепные и почти без ошибок. И здесь мы увидели, ну просто битву двух совершенно разных команд по уровню. Да, у Аталанты были шансы, были возможности на то, чтобы переломить ход этой встречи в первом тайме, когда Меррель упустил свой шанс, когда Малиновский не попал. Но все равно было ощущение, что Реал солиднее, что Реал на самом деле контролирует ход этой встречи. Так что давайте разберемся, как прошла эта игра и каким образом Еврокубки закончились для нашей страны и закончились для Алексея Миранчука. Хотелось бы посоветовать вам очень интересный новый канал, посвященный футболу, как российскому, так и зарубежному. Модбол. Здесь вы узнаете последние новости российских и европейских чемпионатов. Посмотрите интересные ролики, посвященные лучшим футболистам мира. А также получите качественную аналитику по возможным трансферам. Ссылочка на этот любопытный канал будет в описании. Обязательно пройдите и ознакомьтесь. И не забудьте написать в комментариях, что пришли на этот канал от Константина Калуцкого. Мне лично будет очень приятно. Ну и по традиции мы начинаем разбор матча со стартовых составов. Здесь следует отметить, что обе команды нас удивили. Если говорить о Реале, первое, что бросается в глаза, это схема игры. Три центральных защитника. Собственно, эта расстановка была уже недавно опробована в матче против Эйбара, когда вместе с Рамосом, восстановившимся от повреждений, и Вараном появился еще и Начо, образовав тройку центральных футболистов обороны. Таким образом, Минди появлялся на левой бровке в качестве крайнего защитника-латераля. Ну а справа появлялся Васкис, который здесь подменял Карвахаля. И, кстати, для Васкиса это очень удобная схема, потому что игра чистого правого защитника ему все-таки не совсем привычно. Он по родной позиции вингер. А вот в роли латераля выступить, который по большей части должен атаку поддерживать, вот это для Васкиса самое то. Тем более, что в случае чего, если будет какая-то позиционная ошибка, всегда могут подстраховать центральные защитники. Что касается опорной зоны, здесь была серьезная потеря, не было Казимиро. И удалось это так или иначе компенсировать за счет совместных действий Модрича, Вальверде и Кросса, которые здесь заняли центральную зону полузащиты. Ну и впереди был Бензима и Венисиус. Венисиус, который вновь подтвердил свой статус, невероятно талантливого футболиста, который может создать красивый момент, но поэтому сам же может его упустить. Ну да ладно, с Реалом все понятно. Что касается Аталанты, здесь тоже были свои сюрпризы. В частности, они коснулись атакующей группы, где мы не увидели в стартом составе ни Сапаты, ни Ильичича. Вышел Мириэль, Пашалич и здесь же появился еще и Малиновский. Что для многих сюрприз, ведь Руслану далеко не всегда доверяли в текущем сезоне место в основе. А вот, пожалуйста, против Мадрида дали шанс с первых минут. Гозенцы и Мехаи на флангах. Тут все более-менее понятно с латералями. А вот, что бросилось в глаза еще, так это появление Песины в центре поля вместе с Де Роном. Дело в том, что когда Песина появляется в опорной зоне, это значит, что Аталанты играет с ярко выраженным креном в атаку. Потому что Песина – это универсал, который может действовать и под нападением, и может действовать в опорной зоне. Только если он выходит в зоне атакующей, значит, это оборонительная ставка на работящего футболиста, который будет пахать, прессинговать и так далее. А если Песина появляется в центре поля, то это значит, что атакующий игрок появляется рядом с классическим опорником Де Роном. И таким образом Песина может подключаться к атакам и быть дополнительным элементом в позиционном нападении. В общем, такая вот ситуация. Ну и если брать первый тайм, то он был малособытийным, всего 10 ударов на две команды. Ну и хотелось бы отметить, что в самом-самом дебюте Аталанта могла перевернуть ход этого противостояния. Но Мириэль упустил свой шанс, как дальше и Малиновский. И вот в этом главная проблема Аталанты. У них была возможность в первом тайме переломить ход этой дуэли. Они ее упустили. И это как раз то, что отличает большую, великую команду от молодой и строящейся. Реалу хватило одной ошибки соперника в первом тайме, чтобы забить гол. Ну не то, чтобы из ничего. Ну просто воспользовались косяком вот этого Спартьеллу. Вот этого голкипера, который так-то является вторым в команде. Но в последнее время ему доверяют место на посту номер один. В частности, Гасперини вот решил, что он сейчас находится в лучшей форме. И вот, пожалуйста, неудачный вынос. Здесь Модрич первый на мяче оказался. И вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Казалось бы, на ровном месте. Но вот, пожалуйста, гол Реала. И это, опять же, показатель мастерства опыта. И вот этого преимущества психологического, которое есть у мадридского клуба. Вы знаете, есть такая старая поговорка, что 90 минут на Сантьяго Бернабео это очень много. И вот здесь мы увидели подтверждение данного тезиса. Поэтому, что матч, кстати, проходил не на Сантьяго Бернабео, а на другом стадионе Реала на арене имени Альфредо Ди Стефано. Но так или иначе, это все равно выездной матч против королевского клуба. Когда сливочные чувствуют себя на своем поле, на своем стадионе. И переиграть их на выезде, это очень сложно. Поэтому здесь Реал как бы подтвердил свой статус большой команды, против которой зачастую просто страшно играть. Мне кажется, что Аталанта в первую очередь в психологии проиграла эту встречу и смогла пройти дальше. Ну а что касается тактики, здесь все тоже нужно обсудить. Первое, что бросается в глаза, это то, что Реал вышел по схеме с тремя центральными. И таким образом Зидан очень тонко и технично убил сразу несколько зайцев. Во-первых, схема с тремя центральными максимально насытила зону обороны и мешала Аталанте создавать здесь опасные ситуации. И это важно, потому что сейчас, когда Казимира не было, нужно было дополнительно добавить здесь мускулистости. И таким образом компенсировать отсутствие ведущего опорника. Добавить здесь плотности. И таким образом у Реала здесь на трех атакующих соперников тройку атаки в лице Малиновского, Пашалича и Мурриэля всегда были свои три центральных защитника. Плюс группа поддержки, которая всегда вовремя подтягивалась и обеспечивала Реалу численный перевес при обороне, что очень-очень важно. Второй важнейший момент – это то, что прессинг Аталант и Хваленый не сработал. Потому что у Реала при схеме с тремя центральными всегда было сразу три футболиста, способных начать атаку. То есть для того, чтобы выйти из-под прессинга, нужно было просто устроить перепасовку этих трех центральных защитников. И этого, в принципе, хватало дальше. Передача или диагональ одному из латералей, и Реал выходит вперед. То есть великолепный контрпрессинг, основанный на трех центральных защитниках. Ну и другой важнейший момент – это то, что Реал, выстроившись в три центральных защитника, отзеркалил схему Аталанты. То есть полностью продублировал их расстановку. Да, тут, конечно, есть свои нюансы. Все-таки, наверное, у Реала скорее 3-5-2 расстановка, у соперника 3-4-3. Но при обороне здесь дублировалась расстановка, и на каждого футболиста-соперника попадал обороняющийся футболист Реала. То есть, условно говоря, латерали Аталанты, Гозенса и Мехеля, держали крайние защитника латерали Реала – это Минди и это Васкис. Что касается атакующих футболистов, эту тройку держали три центральных защитника сливочных и так далее. Создавался здесь вот такой вот, знаете, баланс на каждого футболиста-соперника по своему обороняющемуся игроку. И это мешало Аталанте создавать чистый перевес на какой-то позиции. И в результате Реалу было достаточно комфортно обороняться. Хотя, если брать первый тайм, они здесь в том числе и действовали по логике, пока мяч у нас нам не забьют. 57% владения у сливочных, то есть они добивались своего, в том числе отсекая соперника от мяча. А Аталанта, лишенное владения, лишенное контроля, уже и не так опасна. Ну а что касается второго тайма, здесь на самом деле мы увидели просто поначалу, что вышла одна команда из-под трибунного помещения. Это Реалу. А Аталанта где-то затерялась. Аталанта где-то была там в своем отдельном мерке, и они, по-моему, не хотели ничего показывать. То есть Реалу наседал, Реалу создавал момент за моментом, причем сливочные, понятное дело, отдались на это сопернику. Давайте попытайтесь нам забить, но при этом это ведь открывало дополнительные просторы впереди. И тут уже Венисиус на своей скорости начал солировать. Какой галешник он мог забить? Это же фантастика. Посмотрите повтор этого эпизода, к сожалению, я не могу показать, а то забанят нафиг обзор. Но какой галешник он мог забить на сольном проходе? Это просто космос, а не Венисиус. Мое почтение. Ну а потом он заработал пенальти. И все это происходило при удивительно инертной обороне и опорной зоне Аталанты, которая вообще нихрена не успевала за соперником. И при этом в атаке ничего толком не складывалось. Вот заменили здесь и игроков впереди. Выпустили Сапату. А спрашивается, а что толку-то от этого всего? Потому что Реал забивает второй мяч, заработав 11-метровый. Рамос там вколачивает последний, так скажем, гвоздь в крышку гроба надежд Аталанта. Потому что после этого стало понятно, с 3-0 общих на тот момент отыграться Аталанта уже нифига не сможет. И в результате, конечно же, не смогла. Вот и все. Это суровый вердикт. Аталанта еще не та команда для того, чтобы бросать вызов Реалу. Тем более, когда Зидан и его подопечные вот так здорово подготовились снова к решающим матчам. Реал может что угодно сливать. Реал может провалить все, что угодно. Но в решающих матчах он все равно себя покажет. И да, там в итоге забили классный штрафной. Луис Мурриэль, который не реализовал момент в первом тайме. Вот, пожалуйста, здесь красоту положился штрафного. Но, понимаете, яичко хорошо, к Христову дню. Вот и здесь то же самое. Нужно было забивать в начале матча, а не в конце, когда все уже было решено. Когда Реал там вводил Милитао вместо Рамоса. То есть замена чисто для того, чтобы Милитао успел поиграть и так далее. Вот раньше нужно было забивать. А не тогда, когда уже все шансы испарились. Это, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отлетели. Вот то же самое про забитый гол Мурриэль. Поэтому здесь сериал абсолютно логичным ходит дальше. А Аталантии готовится к следующему сезону. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.